Настроения в обществе начинают быть караинские верные, начинают рассказывать, а что тут такого, а там мы ездили, а там нас любят. Ребята, есть простая истина, вы можете хоть тысячу раз ездить, но государство сегодня, наших соседей, заточено на то, чтобы сделать реванш, выиграют нас войной, затягивают нас экономически, медицински, по-разному, у них программы прописаны на долгие годы, но они хотят именно военным способом нам отомстить, как они говорят, вернуться. А мы для этого что делаем? Готовимся оборонять административное здание. Когда страна воюет, мы пишем бумагу, чтобы нас поддержала служба, и приезжают, проводят антитеррористические учения, которые веселят нас, а представьте, как нашего противника. Когда БТР чуть не утопили, когда люди там спотыкаются, падают и так далее, зачем это все записывать, выкладывать и показывать? Лучше бы уже из боевиков какие-нибудь нарезки сделали бы и выложили бы. Ситуация очень такая непростая в нашей республике, но мы и не в ту сторону смотрим. Поэтому от нас опасности ждать не стоит. Это сегодня мы обращаемся к руководству страны. Мы уже, в частности я, 9-й год пошел, как принимаем участие в конфликте, в современной войне. Она иная. Это не ту войну, хотя за вашу руководство там не все в войне принимают участие, но те, кто принимают, это не та война. Это не то, с чем вы столкнулись. Тут ситуация чуть иная. Тут сегодня по-современнее все. И на вопрос, сколько у нас беспилотников, мы имеем 1-2, и то искали майнинги, что она тепло показывает питание. Но они не так используются, сегодняшние войны. Они используются для артиллеристов. Связь, много тех промахов, которые мы должны и не можем исправить.